С обновлением Radeon Adrenaline 2020 на сегодняшний день действительно все печально. Не так давно я снял ролик, восхищаясь новым обновлением от AMD. Там действительно все было перспективнее. Красивый, интересный интерфейс, печание лучшей производительности от AMD и так далее. Но на самом деле все оказалось немножечко сложнее. В работе некоторых видеокарт оказалось множество багов, которые в конечном итоге не позволяют пользователю пользоваться графикой нормально. В принципе допустить какое-либо количество багов в такой сложносоставной программе является нормальным. Даже существует специальный этап программирования, называется он отладка. На данном этапе исправляются все допущенные программистами косяки и нормализуются функционалом. Буквально за несколько дней после выпуска данного обновления было обнаружено пользователю огромное количество багов. Вплоть до того, что FPS стал меньше, а у некоторых и вовсе зависает картинка при запуске игр. Естественно все эти баги не относятся ко всем видеоадаптерам. А лишь к некоторым, где и были обнаружены данные косяки. Если после обновления до Adrenaline 2020 вы заметили плохое функционирование вашей видеокарты, то здесь есть несколько выходов. Во-первых это дождаться обновлений с исправлениями. В принципе что сейчас и происходит. То есть уже есть новое обновление спустя всего лишь несколько дней. Версия 19.12.3 и она призвана устранить определенное количество багов. По описанию от AMD здесь обнаружено 15 исправлений багов плюс 10 улучшений. Также была добавлена поддержка 5 компонентов Vulkan. Vulkan это графическое приложение призванное улучшить производительность вашего компьютера, а также сбалансировать работу процессора CPU и графического процессора GPU. В меню программы и компоненты вы можете увидеть установлено ли у вас данное приложение. В предыдущих моих видео по обзору данного драйвера в комментариях выяснилось, что у многих пользователей есть определенные проблемы с данным софтом. И поэтому в этом обновлении я выделил для себя несколько самых важных моментов. Во-первых, при выполнении обновления у людей возникала какая-либо ошибка. Так вот в этом обновлении ее как бы исправили. Почему я говорю как бы? Потому что ни в чем уверенности нет. Наверняка и это обновление содержит определенные баги. Я думаю пройдет немало времени, прежде чем AMD полностью устранит все известные и неизвестные баги в данном софте. Следующая проблема это либо при запуске игры из-за функции антилаг происходило зависание изображения, либо же вообще черный экран. И здесь мы тоже видим, что это должны были исправить. Функция Radeon FreeSync, если же конечно ваш монитор поддерживает ее, могла включаться во время игры и вызывать зависание и лаги. Здесь на самом деле еще куча моментов, которые были исправлены. Если вам интересно, я оставлю ссылочку в описании, вы почитаете более подробно. Например, на моей карточке Radeon RX 460 была такая проблема, что когда включаешь Overplay в игре, а потом его закрываешь, у меня зависала картинка. Разрешатся ли проблемы пользователей с этим драйвером, покажет только время. Небольшое сравнение драйвера NVIDIA и драйверов AMD. У софта NVIDIA простейший интерфейс, но всегда стабильно работающий функция. Что касается AMD, пока что мы видим красивую обертку, но очень много багов и нестабильная работа. Давайте проверим, разрешились ли какие-либо проблемы с этой программой. Моя проблема с Overplay в игре разрешилась. В том случае, если данное обновление не решило проблему с ненормальной работой вашего графического адаптера, из-за данного драйвера, то делаем следующие действия. В общем, давайте откатим драйвер до предыдущей версии и будем ожидать следующих обновлений, пока полностью это не исправят. Для этого нажимаем поиск, вводим в диспетчер устройств. В 10-й Windows здесь кнопочка поиска, а в 7-й находится в пуске. Находим здесь вкладочку «Видеоадаптеры», «Радион», «Свойства», «Драйвер» и третья кнопочка будет «Откатить». Она может быть у вас неактивна из-за особенностей работы операционной системы. Если не ошибаюсь, откат до предыдущей версии драйвера доступен 2 или 3 дня. Если вы обновились до версии 19.12.3, то откатывать обратно смысла не имеет, так как нам необходима версия 19.12.1, то есть предыдущая. То есть это самый простейший способ откатить драйвер, но в том случае, если у вас кнопочка неактивна, либо же вы уже обновились до 19.12.3, то делаем следующие действия. Открываем браузер, пишем «Радион 19.12.1», осуществляем поиск, переходим на официальный сайт AMD. Здесь сейчас находится описание данной версии драйвера. Спускаемся чуть ниже и находим ссылочки для загрузки. Для 7-й операционной системы Windows и для 10-й. Нажав на ссылочку, получаем наш заветный старый драйвер, который в принципе работал стабильно и в основном никаких проблем там не имелось. Далее я не буду показывать процесс установки. Устанавливайте старый драйвер, предварительно удалив новый. Подождите. Или устанавливайте новый, удалив старый. Удаляется драйвер очень легко. Делаем мы это перед установкой. Переходим в панель управления. Удаление программ. Находим наш лаганный драйвер. Нажимаем кнопочку «Удалить». И затем полностью деинсталируем программу. После чего устанавливаем тот, что мы загрузили. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, данная информация будет вам полезна. Оставайтесь со мной. Я сниму еще много интересных и полезных роликов. Еще раз спасибо.